Доброе утро, ребята! Меня зовут Татьяна Васильевна, и я вас вновь приглашаю на урок русского языка. Молодцы! Именно эта фраза самим девизом нашего сегодняшнего урока. Мы сегодня снова будем вспоминать, выводы делать и рассуждать. А чтобы урок пошел каждому впрок, активно в работу включайся в дружок. Закончите высказывание нужным словом. Мы выражаем мысли, передаем чувства и эмоции с помощью... Правильно! Предложения. Давайте с вами вспомним, что такое предложение. Верно! Предложение – это слово или несколько слов, связанных по смыслу. Например, позолотчик сентябрь прикатил с позолотой, засучил рукава и немедля взялся за работу. Вспоминаем дальше. Предложения выражают законченную мысль, характеризуются интонационной законченностью, имеют грамматическую основу. Грамматическая основа – это подлежащее и сказуемое. Подлежащее и сказуемое – это главные члены предложения, в которых заключена основная мысль данного предложения. Например, «И в окно снежинки мотыльками бьются». В данном предложении говорится о снежинках, следовательно, это подлежащее. Снежинки что делают? Бьются – это сказуемое. Следовательно, грамматической основой данного предложения является «кнежинки бьются». Давайте вспомним, на какие вопросы отвечают члены предложения. Ваша задача – соединить понятия и соответствующие вопросы. Я думаю, вы все справились правильно. Сказуемо отвечают на вопросы «что делает», «что сделал», «что будет делать», подлежащие на вопросы «кто» или «что» и второстепенные члены предложения на вопросы, которые выделены в данный момент зеленым цветом. Свои слова каждый человек выражает по-разному. Кому-то достаточно одного слова, чтобы выразить свои чувства или рассказать о произошедшем событии. А кто-то разовьет свои мысли в красивых, многословных предложениях. Поэтому и предложения нашего языка очень разнообразны. По структуре предложения делятся на простые, с одной грамматической основой, и сложные, с двумя или более грамматическими основами. Остановимся на сложных предложениях и вспомним, что части сложного предложения могут быть соединены, вспоминаем, как верно, при помощи интонации без союзов или интонации с союзами. По ключевым словам определите, пожалуйста, тему сегодняшнего нашего урока. Я думаю, вы верно ее сформулировали. Знаки припинания в сложных сочиненном предложении. Итак, мы сегодня с вами вспомним, с помощью чего соединяются части сложного предложения, какие знаки припинания ставятся между частями сложного предложения. Будем тренироваться в постановке знаков припинания в сложносочиненных предложениях. Ну, а для начала давайте вспомним определение сложносочиненного предложения. Вспомнили? Давайте проверим. Итак, сложносочиненное предложение – это предложение, в котором нельзя задать вопрос от одной части к другой. Простые предложения в нем не зависят друг от друга и имеют равноправное значение. Например, труд человека кормят, а лень портят. Черная туча закрыла солнце, и проливная дождь застучал в окно. Как же связаны части сложносочиненного предложения? Вы правы. Здесь на помощь приходят сочинительные союзы. А, и, но, или, зато, однако, да, в значении но. Сейчас перед вами появился деформированный алгоритм постановки знаков припинания в сложносочиненное предложение. Ваша задача – восстановить шаги данного алгоритма. Ну что, получилось? Я думаю, вы все справились верно. Давайте проверим. И вот перед вами задание. Которое мы с вами выполним устно. Прочитайте предложения. Среди них найдите сложно подчиненное предложение. Давайте проверим. Я думаю, что у вас, как и у меня, получилось три предложения. Идем дальше. Сколько частей в данных предложениях? Для выполнения данного задания вам понадобится ручка и листок. Ваша задача – устно посчитать части данных предложений, а письменно составить схемы к ним. Итак, приступаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, задание не вызвало у вас затруднений? Давайте проверим. Итак, Аня любит гулять под дождем. Но никто об этом не знает. А ее маленькая розовая кубка догадывается. Вы правы, ребята. В данном предложении три части, которые соединяются союзами. Но А не отделяются друг от друга в эпидемию. Шел дождь, а на небе сияло солнце, и радуга стояла над всем миром, а мы любовались ею. И здесь вы правы. В данном предложении четыре части, так как это предложение содержит четыре грамматические основы. Простые предложения соединяются союзами А и И, но отделяются друг от друга запятыми. Следующее задание звучит так. Соберите сложные предложения, чтобы у вас получились пословицы. Работаем устно. Давайте проверим. Посади свинью за стол, а она и ноги на стол. Слово не воробей. Вылетит, не поймаешь. Не место красит человека, а человек место. Молодцы, ребята. Для выполнения следующего предложения нам снова понадобится ручка и листочек. Ваша задача – прочитать предложение, устно расставить знаки припинания в них, второе предложение – записать на листок. И, сайтный пэдзон, выписать на листок и листочек. Простаялежа, Простойте над樂, Основательными Baltами, здесь решили, прибавление вы farбалиoku, и наверняка, второе предложение. Ну что, проверяем? Давайте посмотрим. Я думаю, что у вас получилось точно так же, как и у меня. Молодцы! А сейчас я вам предлагаю ответить на вопросы теста. Ваша задача – выбрать и записать правильный вариант ответа. Вопросы появляются на экране, вы записываете только правильный вариант ответа. Простите за внимание. Итак, я думаю, что вы все справились правильно. Давайте посмотрим на ответы. Молодцы, ребята. Я думаю, что все ваши ответы соответствуют тому, что вы видите на экране. Подводя итоги нашего урока, мы должны с вами помнить, что части сложносочиненного предложения могут быть соединены интонацией без союзов и интонацией с союзами А, НО, И и другими. Части сложного предложения разделяются запятой. Также мы должны с вами помнить, что каждый из союзов выполняет свою работу. Например, союз И соединяет части сложного предложения, союзы А, НО помогает еще что-то противопоставить. Перед вами появилась лестница успеха. Ваша задача – встать на ту ступеньку, которую вы определите каждый для себя. За успешную работу на сегодняшнем уроке каждый из вас получает звездочки успешной работы. Выберите каждый свое. Наш урок подошел к концу. Я вам всем желаю отличного весеннего настроения!